Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим седьмую главу. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всяких сквер на плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Остал Павел напоминает Коринфской церкви о тех обетованиях, которые мы имеем. Он говорит, и ради этого очистим сердца наши от скверной плоти и духа. О каких обетованиях идет речь? Речь о обещании Богом, человеку, жизни вечной. И имея такое обетование, он говорит, очистим себя от всяких сквер на плоти и духа. Мы уже говорили о том, что не имеется в виду, что плоть сама по себе как-то оскверняет по своей природе человека. Но те страсти, которые борет человека через плоть, чревоугодие, пьянство, блуд и прочее, они порабощают человека. И апостол Павел говорит Коринфянам об этом и призывает их во всех главах. Об этом напоминал, что необходимо очиститься от этой скверны ради тех обетований, которые Бог обещал нам. Потому что ничто нечистое в Царствие Божие войти не может. И далее он говорит, вместите нас. Мы никого не обидели, никого не повредили. Он как бы здесь напоминает то, о чем он говорил в первом своем послании, где обличал Коринфян за несколько их состояний, в которые они впадали в состояние греха. Это заблуждение о дарах, говорение на иных языках, где они природу дара использовали как некую кичливость и соперничество между собой, природу дара, говорение на иностранных языках, которое давалось для проповеди Евангелия по завету Христа. Идите, научите все народы даже до края земли. Но они стали использовать их для такой кичливости, как я уже сказал, и соперничества друг с другом, что якобы вот выдавая естественное знание иностранных языков за сверхъестественное, то, что им якобы вот тоже это дано. И мы об этом с вами подробно говорили. И далее апостол их обличал также в том, что среди них есть тот, который называет себя братом, а остается блудником и даже кровосмесителем. И теперь апостол здесь говорит, что мы никого не обидели, никому не повредили. То есть все, что мы писали, и он говорит, что все, что я писал со строгостью, не ради того, чтобы обидеть, не ради того, чтобы повредить, не ради того, чтобы найти от вас какой-либо корысти. И далее продолжает и говорит так, что не в осуждении говорю, ибо и прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе нам и умереть, и жить. То есть апостол как бы смягчает свою интонацию и говорит, чтобы вы неправильно поняли, чтобы не было неправильно понято мои укоры, что это делаю я ради того, чтобы нам и вместе и жить в этой жизни, и умереть ради жизни будущего века во Христе и со Христом. По этому поводу пишет свидетель Анатолу следующее, цитата. «Смотри, что апостол вновь не говорит о своих благодеяниях, но иначе смягчает и одновременно усиливает свое слово. Вместе с тем, говоря, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, он указывает и на лжеапостолов. Что значит, никому не повредили, то есть никого не обольстили. Как и в другом месте говорит, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Второе коринфянам 11.3. То есть в этих словах свидетель Анатолу замечает и очень важное также содержание то, что апостол говорит, что несмотря на то, что я говорил вам, может быть, даже резко и со строгостью, но лишь ради того, чтобы предупредить вас от лести лжеапостолов, о которых сказано в Священном Писании, что они льстят слуху людей. Мы знаем и из Ветхого Завета. Таких историй немало, когда пророки, и пророк Еремия, и пророк Иезекииль, и пророк Божий Илья говорил о том, что лжепророки, они всячески льстили и льстят слуху правителей, правители льстят слуху слушателей, поощряя их какие-то пороки, говоря, ну ничего страшного, с кем не бывает, все так живут. И в этом смысле они не обличают грех для того, чтобы человек от него отказался и пришел бы в здоровое состояние, но, как я уже неоднократно говорил, на гниющую рану накладывают очередной пластырь, не вскрывая ее. Таким образом, это место такой греховной страсти, место гниения, оно не искореняется, а еще больше усугубляется. Человек впадает в более худшее состояние. Поэтому так апостолы говорят, что этими словами мы никому не повредили, ни от кого не искали корысти, как пишет святитель Иоанн Златоус, что он имеет здесь на виду лжи апостолов. И далее мы с вами читаем, я много, пишет, я много надеюсь на вас, много хвалю с вами, я исполнил утешением, преизобилую радости, при всей скорби нашей. Видите, он тут обобщает, он не говорит при скорби вашей, которая есть, а скорби нашей, что он скорбит вместе с ними, если есть и у них какие-либо прегрешения. Как он говорит об этом, для всех я сделался всем. Для беззаконных, как беззаконных, для язычников, как язычный, сам же не чуждый закон, дабы спасти хотя бы некоторых. И далее продолжает. И когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне, нападениями, внутри страхи. Апостол Павел пишет о своем миссионерском путешествии в Македонию, где действительно они подверглись гонениям. И гонениям от внешних, но вот для нас интересно, он говорит, внутри страхи. И мы зададим себе вопросом, а что апостол Павел боялся внутренне как-то? Он говорит, внутри страхи. То есть был какой-то страх проповедовать Христа, а ведь Спаситель говорит о том, кто постесняется меня вроде всем прелюбодейным, того и постесняюсь и я перед Отцом моим небесным. Но это недоумение, которое возникает на первый взгляд, разрешает тоже свидетель Леон Златоуст. Он пишет, цитата, «Как это отсюда, извне нападения от неверных, внутри страхи, и пишет, что это были за страхи, за немощных в вере, чтобы они не влеклись в заблуждение. Ибо это случилось не только у Коринфян, но и у других». Конец цитата. То есть мы видим, что страхи у апостола Павла были за немощных в вере, чтобы они, слушая лжеапостолов и всяких лжеучителей, не держащихся исповедания веры, не уклонились бы по льстивым их словам. И далее мы читаем, «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вот здесь упоминает апостол Павел о Тите. Есть и целое послание апостола Павла к Титу. Личность Тита нам, в общем-то, известна. Это был епископ Крита. Апостол Павел его называет в послании, обращаясь к нему в первой главе пятом стихе, верным своим другом и помощником. И вот этот конфликт, который возник в Коринфе, о котором я уже говорил, из-за неправильного понимания дорог Святого Духа и некоторые другие, он, апостол Павел, посылал Тита как некого такого посредника, сам не мог пойти по определенным причинам, и доверял целиком и полностью своему ученику Титу, которого он обратил из язычников, когда был на острове Крит. Известно, что впоследствии он был епископом Крита, и мы о нем встречаем немного. На самом деле, о епископе Тите немного встречаем повествование, но, тем не менее, есть послание к Галатам во второй главе. Также там апостол говорит о том, что епископ Тит и апостол из 70-ти сопровождал апостола Павла и Варнаву в 49-м году, когда они шли на Иерусалимский собор и был, по-видимому, участником этого собора. Итак, апостол пишет, что Бог утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием моего, но и утешением, которое он утешился от вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Видим, что здесь апостол Павел как бы утешает их и обращает к ним уже такие слова одобрения, и это замечает тоже святитель Иоанн Златоуст и пишет по этому поводу следующая цитата. «Подобно тому, как мы безбоязненно ласкаем детей после того, как они претерпят какое-нибудь трудное лечение, как, например, разрез или прижигание, или горькое лекарство, так поступает и Павел. Как отец, когда видит, что сыну делают разрез, радуется не тому, что сын терпит боль, но тому, что исцеляется, так радуется и апостол». Далее святитель Иоанн Златоуст продолжает и говорит, «И посмотри, как весь успех дела он приписывает им, а печаль относит к посланию, говоря, послание то опечалило вас, впрочем, на время». То есть, о чем мы говорили о первом послании апостола Павла Коринфянам. И святитель Иоанн Златоуст заключает так, «Послание то опечалило вас, впрочем, на время, а поскольку от него считает их преуспеянием». То есть, когда, конец цитата, как неким вручеванием. И здесь уже, как мы видели, он говорит им такие слова о бодрении. И далее продолжает. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Вот это очень важное замечание. «Опечалились к покаянию». «Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от этой печали вреда. Ибо печаль ради Бога», 7 глава, 10 стих, «производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Очень важные слова, которые пишет здесь апостол Павел. Вот Амросим Диоланский, свидетель, пишет по этому поводу следующее. «Потому и нас», цитата, «Павел учит, что полезна та печаль, которая ради Бога, а не ради мира. Вам и надо, говорит он, печалиться, чтобы произвести покаяние перед Богом». Конец цитаты. И эту мысль он продолжает, апостол Павел, и в 11 стихе. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного». То есть на того самого виновного, о котором он пишет в своем первом послании, который был кровосмесителем. И он говорит, что они приложили все усилия для его исправления, но это и им привило страх Божий. И о котором сказано в Священном Писании, что страх Божий — начало премудрости. Так и говорит. «Какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле». Святитель Тихон Задонский пишет по этому поводу «Добрые плоды печали». Цитата. «Когда лишишься богатства, чести, славы, печалью их не можешь возвратить. Когда разлучился с женою или с отцом, с матерью, с братом или с другом, ибо и об этом печалишься, этого тоже возвратить не можешь печалью. Видишь, что печаль мира сего бесполезна. «Одна только печаль по Боге полезна, ибо душа спасительна, ибо очищает душу от грехов». Конец цитаты. Мы видим, как свидетель Анзлатоуст достаточно четко дает понимание здесь между печалью по Богу, печалью по вещам мира сего и даже по своим родственникам. Действительно, как он и пишет в другом послании, он говорит, потеряешь отца, сына или брата, имеется в виду, если они умерли в этой жизни, но не умерли для вечности. Действительно, он говорит, по печали не будьте, как язычники, которые долго печалятся. Немного поскорбев, будем дальше продолжать путь и делать совершение своего спасения. Так и здесь, свидетель Тихон Задонский так и пишет. Ну, от того, что мы долго печалимся, если что-то мы потеряем, скажем, богатство, какой-то предмет свой. Вот ехал человек там или шел куда-то и вдруг там потерял, ну и деньги потерял или еще что-то такое потерял. Ну да, обидно, конечно, досадно. Ну ладно, как говорят, что сделаешь? Ничего печалью теперь исправить невозможно. Только можно, наверное, перекреститься и сказать, слава богу за все. Господь дал, Господь и взял. И тут, наверное, будет уместно вспомнить и у многострадального, который потерял и богатство, и семью, и дом свой, и даже здоровье, о котором мы часто всегда говорим. Главное, здоровье оставлено будет. Будем благодарны Богу за все и не будем долго печалиться, дабы эта мирская печаль не ввела нас в состояние уныния. А уныние — это то состояние, которое приводит к человеку иногда к необратимым последствиям. Мы вспомним, что Иуда, когда бросил сребреники, на которые он надеялся, он впал в состояние уныния, взял веревку, как сказано, пошел и повесился. Не приведи, Господи, со всеми нами такого исхода из этой жизни. Поэтому Тихон Задонский предупреждает, говорит, попечалимся немного, немного, оставим эту печаль, потому что ничего исправить ее, в общем-то, не можем. Итак, апостол в 16-м, да, здесь он дальше продолжает эту же самую мысль, 12-й, 13-й стих. Итак, если я писал вам, то не ради оскорбления, он опять продолжает о том, о чем он начал, и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас, посему мы утешаемся вами. Здесь продолжается одна и та же мысль, он ее утверждает, и 16-м стихом заключает так, и говорит, «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Это очень такое важное замечание, он теперь им говорит, «Теперь, видя ваше покаяние, видя ваше исправление, я радуюсь вместе с вами». И вот об этом пишет «Добрая воля и добрые дела» святитель Амрой Семидиоланский, цитата, «Апостол радуется не только их доброй воле, но также и добрым делам, которыми согрешившие исправились. Оттого и говорит, во всем могу положиться на вас». Вот такая глава с таким важным содержанием, где апостол Павел и ободряет, и как бы вспоминает о том, о чем он уже говорил, ободряет Коринфян в том, чтобы они не впали в уныние, и радуется, как он говорит вместе с ними, как он об этом послании призывает, всегда радоваться. О чем, некоторые спрашивают, нам нужно радоваться? О том, что смерти нет, что она побеждена. О том, что Бог спас нас своим Богочеловечеством. О том, что все, что есть в этом мире, что к чему часто прилипается, прилипляется наша душа, наш разум, наши чувства и наша воля, ничего мы из этого мира не вынесем с собой. Поэтому не стоит печалиться о том, что мы утеряем в этом мире. Как, опять же, Иов Многострадальный говорил, что «нах, я пришел в этот мир, ничего не принес с собой, нагим, из него и уйду». Поэтому будем радоваться всегда, будем радоваться и за братьев наших, и за сестер наших, которые исправляются через таинство покаяния, которые действительно оставляют свои грехи. Поэтому не будем искать повода злорадства, как часто бывает, а именно будем искать поводы, видя, как люди исправляются. Поэтому поводы для злорадства часто бывают, они после состояния такого угнетенного состояния печали, бывает состояние осуждения. Вот я приводил этот пример, хотел бы еще раз его здесь, думаю, что уместно будет привести, что часто грехи, они не бывают между собой разнородными. Один грех влечет, другой. Вот печаль, она часто влечет, осуждение, злорадство. Помните, как один брат зашел к келью, к одному брату, увидел у него беспорядок во время поста и подумал, вот брат, наверное, у него нет времени даже убраться у себя в келье, как он заботится о чистоте своей души, о молитве, к другому брату зашел, смотрит на него чистота в келье. И он подумал, да, как брат действительно усерден, он не только хочет иметь свою чистую душу, но хочет, чтобы внешний мир вокруг него был чист, и келья была чиста. И никого, сказано, не усудил, а порадовался из-за одного брата, из-за другого. Поэтому будем искать повод не к злорадству в виде грехи других людей, а к радости, к чему, в общем-то, нас и призывают здесь. Апостол Павел. Апостол Павел. Апостол Павел. Апостол Павел.